Христос воскрес из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим во грабе живут даровов. Христос воскрес из мертвых Смерть и смерть поправ И сущим во грабе живут Господи, молим Тебя, благослови наши занятия Не допусти уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла Прибудь с нами в этот день Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Сегодня 1 мая 2019 год Мы проходим пособие по изучению Евангелия от Марка 46 по 52 стих 10 глава Приходит в Орихон И когда выходил он из Орихона С учениками своими и множеством народа В Артемеи, сын Тимеев, слепой Сидел у дороги, прося милостыни Услышав, что это Иисус на заре Он начал кричать и говорить Иисус Сын Давидов, помилуй меня Многие заставляли его молчать Но он еще более стал кричать Сын Давидов, помилуй меня Иисус остановился и велел его позвать Зовут слепого и говорят ему Не бойся, вставай, зовет тебя Он сбросил с себя в верхнюю одежду Встал и пришел к Иисусу Отвечая ему, Иисус спросил Чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему Учитель, чтобы мне прозреть Иисус сказал ему Иди, вера твоя спасла тебя И он тотчас прозрел И пошел за Иисусом по дороге Параллельные места можем читать У Матфея, 20 глава, с 29 по 34 стих И у Луки, 18 главе, с 35 по 43 Иерихон находится на расстоянии Примерно 28 километров от Иерусалима У некоторых людей почва более приготовлена Для веры, чем мы предполагаем Часто там, где мы не ожидаем Это была последняя возможность Обратиться к Иисусу для Братемея И он, к счастью, не упустил этого случая Как важно не откладывать Своего обращения ко Христу Ужасно быть бедным и слепым И просить милостыню Это справедливо и в духовном отношении Много препятствий Неблагоприятная среда Непонимание того, как может Иисус исцелить Все это заставляло его кричать громче Непонимание многого не должно нам мешать Обращаться прямо ко Христу С нашей нуждою Печальный и слепой Теперь идет по дороге Радостно славя Бога Можем ли мы сказать Он вложил новую песнь в уста мои Псалом 39 Второй четвертый стих Но, братья Можем ли мы сказать Что он вложил новую песнь в уста мои Прозрели ли мы Или как слепые котята во тьме ходим Пожалуйста У кого какие есть вопросы Соображения Дополнения Слушаю вас Ну, то мне на что обратилось мое внимание Что Вот этот слепой Назвал его Учителем И Господь Вот видите Слепой сказал ему Учитель Чтобы мне прозреть А в другом месте мы читаем Помните, говорит Учитель благий И здесь Христос Ничего ему не сказал Он сказал Что вера А там нет Что ты называешь меня благим Никто не благ Как только Бог Если называешь меня учителем То зачем называешь благим А здесь вроде учитель Неблагой То есть Благой Это значит Ну Никто не благ Только Бог Значит Учитель божественный Как бы переводится А здесь слепой не говорит этого Однако Иисус Он сказал Вера твоя спасла тебя В чем разница Между тем случаем И этим У кого какие соображения На сей счет Почему там Он того человека упрекнул А этого Нет Нет У кого какие На сей счет Соображения Ну Что-то Тишина Гробовая Может меня не слышно Вы скажите Меня слышно Хорошо Слышно 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 Слава Богу Ну Слышно Слышно Учитель Благий Что мне Сделать Чтобы Наследовать Жизнь Вечную Да Вроде Так Такой Был Да 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 В том Случае Он Думал Что это Человек И обращался К человеку И его Иисус Христос Наводил на мысль Что он не просто Человек А здесь Он говорит Помилуй меня То есть У него Он уже Высокое Возвышенное Понятие Имеет Об Иисусе И здесь Ему не надо Это было Уже Его Возвышать Понятие Да Раз Помилуй меня То это Уже Даже Если его Учитель Говорит Но Слова Помилуй меня Уже А кто Может помиловать Либо Ну Скорее Сего Как Богу Он Обращался А иначе Он Если Не Как Богу То Кому Он Не Цар Не Чтобы Просить Помилования Не Судья Учитель А учитель Какой Смысл Умир Или Чего Учитель Не Наказывает Своих Учеников Так Чтобы Те Просили Помилования Имеется Ввиду Наказание Учитель Как Может Наказать Но Не Может Жен Смерти Лиши Там Жизни Лиши Да Он Не Просит Вот Что Тоб На Нем Помолился Он Просит Чтобы Исцелировал То есть Лично Он А Исцелять Может Только Бог Да Да Редко Кто Слепых Исцелял Да Наверное Никого Не было Там Тем более Если Слепой От рождения Был Отродясь Не было Такого Чуда Помните Чтобы Слепые Прозревали Поэтому Ну вот Разобрались Поэтому И Христос Здесь Его Не Упрекает Так Ну что Дальше Идем Что Тут Вроде Ну Все Понятно Чудо Исцеления Прозрения Иди Вера Твоя Спасла Тебя В чем Вера Заключалась В том Что Он Просил Помилования Вера В то Что Иисус Это Не Просто Человек Евангелие От Марка Одиннадцатая Глава С Первого По Десятой Стихи Когда Приблизились К Урасалиму К Вифагии И Вифании Гагаре И Ливонской Иисус Посылает Двух Из учеников Своих И говорит Им Пойдите Вселение Которое Прямо Перед вами Входя В него Тотчас Найдете Привязанного Молодого Осла На котором Никто Из людей Не садился На которого Никто Из людей Не садился Отвязав Его Приведите Если Кто Скажет Вам Что Вы Это Делаете Отвечайте Что Он Надобил Господу И тот Час Пошлет Его Сюда Они Пошли И нашли Молодого Осла Привязанного У ворот На улицу И Отвязали Его И Некоторые Стоявших Там Говорили Им Что Делаете Зачем Отвязываете Осленка Они Отвязывали Им Так Повелел Иисус И Те Отпустили Их И Привели Осленка К Иисусу И Возложили На него Одежды Свои Иисус Сел На него Многие Постилали Одежды Свои По Дороге А Другие Резали Ветви С Дерев И Постилали По Дороге И Предшествовавшие И Сопровождавшие Восклицали Асанна Благословен Грядущий Во имя Господня Благословенно Грядущая Во имя Господа Царства Отца Нашего Давида Асанна Вышних То же самое У Матфея Можем прочесть 21 главе С 1 по 11 Стихи В Луки 19 глава 29 по 40 И Евангелиста Иоанна 12 глава 18 стих Говорит Весь О приближении Пророка Из Назарета И о совершенном Им чуде Возбуждало Все умы Евангелие От Ана 12 глава 17 18 Стих И Беспокоило Духовную Иерархию Ну давайте Откроем Слово Божие Найдем Евангелие От Иоанна 12 12 глава И вот 17-18 Стихи Конкретно Тут указано Это Народ Бывший С ним Прежде Светлевствовал Что он Вызвал Из гроба Лазаря И воскресил Его Из мертвых Потому И встретил Его народ Ибо Слышал Что он Сотворил Это чудо Вот Значит Какое чудо Воскрешение Лазаря И вот Возбуждало Эти все умы И духовная Иерархия Конечно Страшно Беспокоилась Вот А что Он Обеспокоилась Ну То Что Вот Ихняя Паства Теперь Будет Жертвовать Не туда Куда Бы Они Хотели Я Так Евангелие От Иоанна 11 Глава 17 Иисус Придя Нашел Что Он Уже Четыре Дня Во Гроби Да Чудо Конечно И 12 49 Ибо Я Говорил Не от Себя Но Пославший Меня Отец Он Дал Мне Заповедь Что Сказать И Что Говорить И Ученики И Народ Были В Полной Уверенности Что Теперь Начнется Воочию Славное Царство Мессии На Земле Ука 19 Глава 38 Говоря Благословен Царь Грядущий Во имя Господне Мир На Небесах И Слава Слава Вышних То Тогда Да Полностью Соглашаемся Что Они Ждали Земного Царя Или Может быть Они Мир На Небесах Слава Вышних Благодарили Бога За то Что Им Дал Царя Земного Так Можно Еще Рассудить И Встречают Христа С Восторгом В этом Предположении Как Мало Они Понимали Истинный Смысл Его Пришествия И Его Царство До Этого Христос Не Позволял Чтобы Распространяли Весть О Его Мессианском Призвании Об В этом Читаем Марка Восьмая Глава Тридцатый Стих И Запретим Чтобы Никому Не Говорили О Нем Когда Петр Сказал Ему В ответ Что Ты Христос Почему Он Теперь Изменяет Этому Правилу Вопрос Не Будем Гадать Здесь Дальше Идет Ответ Он Знал Близость Своей Кончины Что Теперь Кратковременный Человеческий Восторг Уже Не Повредит Его Духовной Проповеди Которая Закончилась Величие Его Поступка Было Такого Что Нельзя Было Более Молчать И Должны Были Восклицать О нем И Люди Или Люди Или Камни До Этого Он Запрещал Давайте Вспомним Почему Он Запрещал И Как Вот Этот Человеческий Восторг Мог Повредить Его Духовной Проповеди Кто Помнит Давайте Освежим Это Почему Христос Запрещал Ученикам Говорить Что Он Христос Что В Этого Время Еще Не Пришло В Чем Это Выражается Но Ну Сказал Раньше Что Из Этого Какая Беда Узнали Вы Все Что Он Христос Раньше Времени Фарисей Завидовали Его Завидовали Ему И хотели Погубить А время Еще Не Пришло Поэтому Он Скрыт Наскрывался Все От Них Так Толкование Говорит Нет Нет Чтобы Царем Не Сделали И Как Чтобы Не Избежать Распятия Своего Нет Нет А мне Можешь Сказать Да Если Мож Там Разрешит Конечно Ну Потому Что Когда Распинать Его Начнут То Люди Могут Соблазниться Когда Они Узнают Что Это Христос Как Так Бога Человек На Кресте Ради Ради Этого Соблазна Чтобы Не Было Такого Соблазна Он Запрещал Говорить До Времени До Времени Да Все Надежда Васильевна Садитесь Пять Правильный Ответ Да Эта Причина Так Толкует Чтобы Не Соблазнили Что Как Так Христа И Распинают А Здесь Уже Когда Время Непосредственно Перед Его Распятием А Что Значит Соблазнились Ну То Что Уверовали У него Как Бога А Потом Бас Распинают И Разочаровались Да Никакой Он Не Бог А Мальчик А Здесь Уже Время Мало До Этого Мало Отца На Вышних Богу Ну То Есть Восторг Такой Кратковременный Поэтому Христос Не Запрещает Им То Есть Он Понимает Что Вот Уже Вот Вот Не Успеют Так Люди Как Его Слишком Возвысить Ну И Поэтому И Не Соблазняться При Его Распяти Не Очаруются И Чтобы Как Говорится Не Разочаровываться Нужно Не Очаровываться Поэтому Он Запрещал Вот А Когда Всему Своё Время Когда Он Распнут Воскресе Тогда Уже Ученики Давайте Говорите Что Он Являлся По Воскресенье Своем Чему Учил Вот Теперь Время Настало Теперь Многие Уверуют И Не Соблазняться Ну Ну Тем Тем Кричали Осан Они Думали Что Он Будет Земной Царь Да Потом Распни Его То есть Они Уже Очаровались Им Как Земным Царем И Это Самое То есть Когда Они Видели Что Его Распинают И Вообще Ведут Его На Заклане То Это Их На Бород Зло Он Оказывается Им Изменил В Их Доверии То есть А Если Бы Раньше Времени Представьте Это Было Их Доверие Они Просто Не Готовы Да Вот Этот Патриотизм Он И Сегодня В Патриархии Прям Все Прям Нужен Нам Земной Царь Но Помазанник Как Боже Это Да Это Бог Это Все Хорошо Вот Ничего Против Не Не Имею Страны Должен Быть Царь Помазанный Как Вот Раньше Помазали Царей Но От Чего Это Все Пошло Были Когда Судьи Израильского Народа Они Дайте Нам Царя Как У Других Народов Зачем Им Это Надо Было Бог Это Не Угодно Был Но Есть Судей Зачем Он Под Этот Мир Как Говорится Подстраивался Вот И Сегодня Этот Патриотизм Ложный Царь За Веру Царя Отечества Можно Четко Себе Уяснить Что Христос Нигде Не Учил Защищать Земное Отечество И Прямо Я Могу Призывать Легион Ангелов И Они Видели В нем Этого Освободителя Что Он Такое Чудеса Творит Сейчас Их Освободит Поэтому Они Кричали Ему Осанно Выснему Богу Как Земном Правителю А Он На Осленке Такой Круткий Смиренный Никакой Он Не Завоеватель Римлянам Ничего Поперек Не Говорит Смуту Не Наводит Майдан Не Устраивает Какой-то Предатель Изменник Родины Они Его И Распяли И Зависть Его Распяли И Это Причина Была Что Они Кричали Распни Распни Завидовали Ему Фарисея Простой Народ Чего Им Завидовать Они Обманули Были Под рабством Думали Сейчас Они Теперь Будут Владыками Земли Мы же Богоидовый Народ И Почему Это Мы В Рабстве Наконец-то Пришел Мессия Сейчас Все Станет Как Раньше Не Не Узнали Его Как Истинного Мессию Лука 19 40 Но Он Сказал Им В ответ Сказываю Вам Что Если Они Умолкнут То Камни Возапьют Должно Было Исполниться Захария 9 9 Ликуй От Радости Чер Сиона Торжествуй Чер Иерусалима Все Царь Твой Грядет К тебе Праведный И Спасающий Кроткий Сидящий На Ослице И На Молодом Ослице Сыне Под Еремной Вот Такое Пророчество Было Задолго До Рождества Христа О нем И о Осленке И о Осли Кто Знает Вот Как Почему На Ослице И На Молодом Осли Что Есть Ослица И Что Это Молодой Осел Толкование Знает Кто Нибудь Нет Облицы Это Если Я Не Ошибаюсь Люди Ветхого Завета Как Быть Сами Иудеи А Осленок Это Люди Нового Завета Но Более Конкретно Язычники Мне Запрещено Говорит Я бы Сказала Да Тут Написано Непокорные И Как Язычники Говорит Ненаученные Да Ведь Там же Осел Был Не Объезженный Не Дрессированный Так Скажем И Язычники Они Тоже Были Не Объезженные Не Дрессированные Не Знали Слово Божие Не Наученные Заповеди И Однако Этот Молодой Осел Покорился И Язычники Уверовали Во Христа Как В Бога Вот И Молодом Ослес Сыне Подъеремный То есть Родственная Связь У этих Двух Народов У Ветхого И Ну Я бы Сказал Не Ветхий А И Иудейский Народ Израильский Да И Вот И Язычники И Христос Да А еще Сергей Тоже Послал Апостол Вселение Чтобы Их Забрать И Это Тоже Как Прообраз Он Им Сказал Что Вам Будут Препятствовать Но Вы Скажете Что Они Нужны Господу И Заберете И Это Как Прообраз Того Что Апостол Пойдут Как Б Мир И Проповед О Христе И Паству Заберут Которые Эти Фарисеи Имели За собой И Язычников Еще Молодого Осла Заберут Препятствовать Препятствовать Им Все Заберут Потому Что Господу Можно Да Вот Я Сейчас От Препятствий Сказал А Помнишь Как Препятствовал Апостол Говорил Ничего Я Отродясь Нечистого Не Ел Когда Видение Ему Было На Четырех За Четыре Угла На Покровали Четыре Животных И Голос Нем Было Закали Ешь У него Было Внутреннее Препятствие То И В Посланиях Апостола Павла Читаем К Римлянам Они Христиане Обращенные Из Иудеев И Всегда Конфликтовали С Христианами Обращенных Из Язычников И Такое Препятствуется Не хотели Их Принимать Они Заставили Обрезаться По Поветхому Завету А что Апостол Павел Примеряя И Говорит Что Не Нужно Это Теперь Больше Все Обрезание Ничто И Не Обрезание Ничто Все Во Христе Иисусе Что Означается Сюремная Это Ниже Шея Там Яма Сюремная Ну Игром Ермо На След Но То Что Она Обузданная Это Ермо Седло Наверное Я так понимаю Может Я могу Ошибаться Под Яремная Ну То Что На ней Уже Грузы Можно Возить И Верхов Ездить То Это Был Ветхий Иудейский Народ Который Знал Слово Божие И Как Господь На нем Восседал И Руководил Через Пророков Через Тех Фарисеев Которые Вот Не Приняли Некоторые Христа Но Также Сказал Многие Священников Уверовали Потом Это Тоже Нужно Не Забывать И Из Фарисея Упостол Павел Получился Из Саддукея Никто Не Получился Поэтому И Фарисеи Они Правильно Говорили То Христос Говорит Все Что Говорят Фарисеи Соблюдайте И Говорили Это Правильно Потом Дальше Продолжение По Делам Ж Не Поступайте Ибо Они Говорят Но Не Делают Вот Что Имелось В Ввиду Привыкли Что Фарисеи Они Все Такие Прям Плохие 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 Как Увидит Кто Нибудь Канониста Который Вот Прям Хочет Все Соблюдать И Платок Под булавочку И Юбочка До Пяток И Все У Небра И Начинается Такой Вот Ропот Что Вот Фарисейство На Показ Все Тоже Имеет Место Быть То есть Люди Как Б Фарисеи Они Лицемерно Долгомолятся То есть Они Хотели Быть Законопослушными Перед Людьми Чтобы Люди О них Говорили Хорошо А Сейчас Нет Сейчас С Трудом Найти Такого Фарисея Сейчас Наоборот Если Ты Живешь Благочестиво Тебе Засмеют Предсказано За 500 Лет До Царского Уезда Мессии В Иерусалим То есть Это Было Пророчество Он Знал Что Он Царь И Выступал Теперь С Этим Притязанием Лука 9 51 Когда Жи Пробежались Дни Взятия Его От Мира Он Вас Хотел Идти В Иерусалим Вечером Ученики Конечно Вернули Ослёнка Надобен Господу Вспомним Эту Мотивировку Если Господь Просит Чего Нибудь От Нас Да Иногда Какая-то Лень Нападает И Неохота Что-то Делать И Вот Эта Мотивация Он Надобен Господу Твой Ослёнок Твой Автомобиль Твоё Время Твои Деньги Твои Друзья Твои Связи Твои Таланты Они Нужны Господу И Не Нужно Эти Таланты Зарывать Всё Делайте Всё Как Для Господа Любую Работу Начинаешь И Нужно Её Делать На Высощайшем Первоклассном Уровне Как Для Господа Тогда Всё У нас Будет Благословенно А не Абы Как Говорят Спустя Рукава Откуда Эта Поговорка Пошла Кто Знает Были Рукава Какие-то Длинные У кого Работать Понятно Спустя Рукава Невозможно У Попов У Попов Да Бояр Бояр И вот Говорят Спустя Рукава Работать И Засучив Рукава То есть Понятно Где Человек Больше Сделает Руками Своими Ну Давайте Еще Один Успеем Буддаст Перекопчик Прочтем Евангелие От Марка 11 Глава С 11 По 14 И С 19 По 26 И Вошел Иисус В Иерусалим И в храм И осмотрев Все Как время Уже Было Позднее Вышел Вифанию С 12 На другой День Когда Они Вышли Из Вифании Он Заолкал Секундочку И Увидев Издалека Смоковницу Покрытую Листьями Пошел Не найдет Ли Чего На ней Но Придя К ней Ничего Не Нашел Кроме Листьев Ибо Еще Не Время Было Собирание Смоков И Сказал Иисус Отныне Да Не Вкушает Никто От Тебя Плода Вовек И Слышали То Ученики Его Когда Стало Поздно Он Вышел Воды С Города По Утру Проходя Мимо Увидели Что Смоковница Засохла До Корня И Вспомнив Петр Говорит Ему Рави Посмотри Смоковница Которую Ты Проклял Засохла Иисус Отвечая Говорит Им Имейте Веру Божию Ибо Истинно Говорю Вам Если Кто Скажет Горей Сей Поднимись И Ввергнись В море И Не Усомнится В сердце Своем Но Поверит Что Сбудется По Словам Его Будет Ему Что Не Скажет Потому Чего Не Будете Просить В Молитве Верьте Что Получите И Будет Вам И Когда Стоите На Молитве Прощайте Если Что Имеете На Кого Дабы И Отец Ваш Небесный Простил Вам Согрешения Ваши Если Же Не Прощаете То И Отец Ваш Небесный Не Простит Вам Согрешений Ваших Вот Евангелиста Матфея 21 Глава С 18 По 22 Стихи Тоже Самое Говорится Плоды На этом Дереве Показываются Раньше Появления Листьев На Этой Уже И Листья Были Проклинание Смоковница Не Было Актом Мести Это Было Сильнейшее Пробование Ученикам И Всему Миру Как Ужасно Казаться И Большим Или Лучшим Чем Ты На Самом Деле Внешняя Показная Работа Без Внутреннего Содержания Благолепие Богослужения Без Духа Религиозность Без Личной Живой Веры Христианство На Словах Без Плодов Все Это Ненавистно Господу Матфея 23 Глава С 33 С 13 По 33 Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Затворяете Царство Небесное Человеком Ибо Сами Не Входите И Входящих Войти Не Допускаете Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Поедаете Дом И Вдов И Лицемерно Долго Молитесь Зато Примите Тем Больше Осуждения Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Обходите Море И Сушу Дабы Обратить Хотя Одного И Когда Это Случится Делайте Его Сыном Гиенны Вдвое Худшим Вас Горе Вам Вожди Слепые Которые Говорите Если Кто Поклянется Храмом То Ничего Если Кто Поклянется Золотом Храмом Тот Повинен Безумные Слепые Что Больше Золото Или Храм Освещающий Золото Также Если Кто Поклянется Жертвенником То Ничего Если Кто Поклянется Даром Который На нем Тот Повинен Безумные Слепые Что Больше Дар Или Жертвенник освящающий дар и так клянущийся жертвенником клянется им и всем что на нем и клянущийся храмом клянется им и живущим на нем в нем и клянущийся небом клянется престолом божием и сидящим на нем горе вам книжники фарисеи лицемеры что даете десятину смятый алиса и тмина и оставили важнейшее в законе суд милость и веру сие надлежало делать и того не оставлять вожди слепые отцеживающие комара верблюда поглощающие горе вам книжники фарисеи лицемеры что очищаете внешность чаши и блюда между тем как внутри они полны хищения неправды фарисеи слепой очисти прежде внутренность чаши и блюда чтобы чиста была и внешность их горе вам книжники фарисеи лицемеры что уподобляетесь окрашенным гробам которые снаружи кажутся красивыми а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты так и вы по наружности кажетесь людям правильными а внутри исполнены лицемерия беззакония горе вам книжники фарисеи лицемеры что строите гробницы пророком и украшаете памятники праведников и говорите если бы мы были во дни отцов наших то не были бы сообщниками и в пролитии крови пророков таким образом вы сами против себя свидетельствуйте что вы сыновья тех которые избили пророков дополняйте же меру отцов ваших змеи порождение ехиднины как убежите вы от осуждения в диену деяния 5 1 некоторые же муж имени манания женой свое сапфирую продав имение утаил лицем в сцены сведомой жены своей а некоторую часть принес и положим к ладам нам к ногам апостолов но петр сказал она не для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать духу святому утаить из цены земли чем ты владел не твое ли было и приобретенное продажу не в твоей ли власти находилась для чего ты положил это в сердце своем ты солгал не человеком а богу услышав сие слова она не пал без дыханин и великий страх объял всех слышавших это и встав юноши приготовили его погребение вынести похоронили вот есть такая категория людей любви став которые вот эти слова не принимают то есть им главное любовь любовь по головке погладили все а вот прочитанное место говорят о том что господь и смоковницу проклял и вот этих фарисеев обличает страшными словами и змеями называет там рука это нужно тоже не забывать и когда слышим что кто-то кого-то обличает не нужно заступаться за обличаемого и осуждать обличающего его якобы не любви он как раз это по любви делает не с тем чтобы унизить там и проклят да хотя господь и имеет право и и проклясть и и все нам христианам нужно тоже находить иногда и резкие слова не для того чтобы человека дальше в этот болото загнать наоборот чтобы вытащить из этого болото а иных страхом спасайте нагнать страха на людей на человека он испугается и перестанет решить а другого гладишь по головке и он и продолжает еще сильнее наглеть наглеть и грех увеличивается увеличивается христос нередко употребляет парадоксальные поражающие воображение слова когда он хочет врезать в понимание слушателей какой-нибудь важный общий принцип причем не имеет ввиду чтобы его понимали дословно евангелие от марка 9 глава 42 50 стихи а кто соблазнит одного из малых сих верующих меня тому лучше было бы если бы повесили ему же новый камень на шею бросили его в море если соблазняет тебя рука твоя отсеки ее лучше тебе у вечному войти в жизнь нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый где червь их не умирает и огонь не угасает если глас твой соблазняет тебя вырви Жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Вот что имеется в виду. Соль – это слова божественные, обличающие. Соль избавляет от гниения, то есть обличил человека. Но и дальше имейте в себе соль, то есть нужно это обличительное слово в себе иметь. Дальше, запятая, стоит и мир имейте между собой. То есть обличайте в духе кротости, чтобы это не со злобой все это было, без приклеивания ярлыков. Но нужно дать этому согрешающему человеку понять, что если я промолчу и не скажу, Господь-то с меня тоже же спросит за то, что я молчал и не обречал. Мог брата спасти, а не спас? Господь говорит, я с тебя спрошу. А если он не примет, но ты говорил, он погибнет, но душа твоя спасется. А если молчал, оба погибнете. Так что, братья, нужно бояться вот этого лжесмирения, вот этого любвизма. Это очень близко ограничит с равнодушием. Я ничего не знаю, моя хата с края. Главное мне спастись, а сами трава не расти. Неправильно, не христианство. Это эгоизм чистой воды. Часто внешние затруднения или внутренние искушения поднимаются, как горы, и руки опускаются. Псалом 11, с 18 по 30 стихи. Что-то тут опечатка какая-то, нету такого. Исайя, 40 глава, 4-5 стих. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господни изрекли это. Еще здесь 25 по 31 стихи. Это же глава, скорее всего. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит цветы. Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и в великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Захария, пророк 4, глава 6-7 стих. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарвавилю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарвавилем, ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Верьте в Бога, как сын в отца, больной во врача, воин в своего полководца. Иоанна 14.1 Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. Какие наши горы? Вопрос. Какие наши горы? Непонятен вопрос. Может быть, сомнение? Сомнение? Да, да, должны быть. А почему горы сомнения? Может, это, что мы возвращаемся? Гордость? Или заслуги? Какие наши заслуги? Ну вот, про горы есть такое место, что Господь говорит, если двое или трое помолятся, то и если будете веровать, то и горы можете передвигать. Толкователь говорит, что горы – это вот, да, вот эти вот, Рахиль заметил, вот это гордые мысли, высокие мысли о себе в основном, такие философские ущения, ложные умствования, никому не нужные. Сергей, выше толкования, вот считай за марком, часто внешние затруднения или внутренние искушения поднимаются, как горы, и руки опускаются. А вы же прошли это. Да, да, да. Вот, и вот эти вот внутренние искушения, да, при вере вас в Христа, они, благодарим Игорь Тихонович, они уходят. И вера укрепляется, Господь дает по молитве. Господь говорит, ищите, и найдете, и стучите, и отворят вам. Ну что, вот разберите, разберите тут, всякий дол да наполнится, прочитай до конца. И всякий дол да наполнится. Все, дальше, все, не надо, по порядку, какой дол? Горы стоят, реки текут вниз, с гор, вниз вода идет-то. И то, что в долина, тут может быть наводнение, как в Хабаровске было. Всякий дол да наполнится. А чем? Водой, благодатью Божией. И всякая гора и хомда понизится, то, что высоко, гордо не покоряется, и они понизятся. И дальше... Кривизны выпрямятся. Все, а какие кривизны? Купавые мысли. Ну, бывает, люди задумали какие-то планы, и тебя толкают на этот путь. Вот так только надо делать. Вот у меня рядом живем, а у него тут какое-то ночное кабаре, здоровый такой дом. И он начал подкапываться под эти дома, где мы живем. Сказали, что подаду, чтобы снесли. Ну, подали, я сразу пошел, соседи уже знают, беспокоятся. Я пошел в городскую администрацию, письмо отнес. Оттуда пришел ответ. У нас ничего тут не предполагается. Но это тут был грузин, курит, Данелия фамилия. Как с ним разговаривать? Я один раз поговорил, он в дыму сидит. Летом возвращаюсь, осенью. А его уже нет, умер. Я не знаю, было ему 50 лет или нет. Все, кривизна выпрямится. И все отстали, ничего нет. Опять прямо ходим. Можно так сказать, что прямое – это Бог, у Бога вся прямая. А человек – кривая линейка. Если человек по себе начинает сравнивать и думать, вот я так вот придумал, так буду делать. Это кривое все. Надо по Богу делать. Игнать Тихонович, правильно? Правильно. Это один из моментов таких. Вот думал я туда пойти. Какой человек близкий к губернатору? Как через кого подать бумаги эти по музею-то? А Господь все это выпрямил, прям напрямую сделал дорогу. И уже через день ты меня вез туда, в Кривую администрацию. А дальше Господь еще более прямое сделает. Дивны дела Божии. Умели бы мы это замещать и прославлять Его. Правильно ответили, потому что это многогранность. Это в духовном плане, в плоском буквальном. А дальше-то что говорится? Явится слава Господне в этом. Она незримая. А в чем? Узрит всякая плоть. Спасение Божие. От Бога спасение пришло. Бог так обстоятельства сделал. Выровнял. И кто стоял на пути, как какая-то скала. А Господь все сделал, ничего нету. Почему мы можем верить? Да потому что Господне уста изрекли. Это не просто в книжке буквы стоят. Бог сказал. И затрепетала вселенная. Надо в это верить. Верить безусловно. И дальше говорит. Верьте в Бога, как сын в отца. Больной во врача. Воин своего полководства. Тут и толкование-то все дается. И все одно к одному. Я тебе хотел задание дать, Сергей Павлович. Давайте. Ну вот тут выставляли на Пасху. С веселыми ногами священник бежит, ходилом тамашет. Ну там отзывы давала Наталья Усатая. Ну как сумасшедший-то. А другой там на самокате катится священник и какие-то разбрасывает листья. Непонятно. Так ты таких-то набери роликов несколько. Дай аппарат взять. И потом на собрание-то показать. Показать, когда батюшка приедет в следующее воскресенье. И как до этого люди доходят, почему, что это такое, какие виды, почему нам кажется это странным. Я посмотрел, это очень хорошее получится рассуждение. Вот у нас, в общем-то, я никогда не видел, чтобы священник выходил из церкви и сразу закуривал. К нему кинулись нищие, благословители. Он папиросу переложил с правой руки в левую, благословил и пошел. И епископ идет рядом, курит. Они не скрываются, прям в ограде церковной. А в Греции это, в норме, в Греции, откуда вера пришла наша. В Греции сидят, в других местах православные сидят, а мы стоим. Там не просто скамейка, а именно вся скамея, как у баптистов. Весь зал из скамеек. Так, в рядах стоят прямо все, как положено. Почему там есть, у нас нет? Вот эти вопросы-то мы можем объяснить. Почему православные так сильно разнятся? Надо эти ролики собери по одному только. Вот где пляшут, скачут. Хотя бы там штук пять набери. Там где-то выскакивают священники. Их много выскакивает оттуда. И они прыгают, прыгают. И как вот, ну, жрецы вааловы. Прыгали, кололи себя. Это еретики на, это, Каширский Иоанн. Богородничный центр называется. И людей там в храме много. И они стоят. И ребятишки маленькие так же бегут. А одетые там подрясники бегут. Так же он бежит. И они за ним бегут по храму. Вокруг храм. Вокруг. Среди людей. И что вот, когда благодатный огонь там. Эти арабы друг на друге ездят. Кричат, барабаны бьют. Ну, откуда это взялось? А вот чудо, его надо так сопровождать. Здоровые дядьки. Ну, посмотришь, бесноватые, бесноватые. Орут, колотят. Какая тут молитва-то? Может быть, другая Наталья. Об этом рассуждали там. Может быть и так. Что, вопросы? Время пришло. Вопросов и ответов. Ты, Сергей, когда надписываешь год, год пиши полностью везде, переправь. Не просто 19, а 2019. Тогда никакой ошибки не будет. А так непонятно, что это означает. Хорошо. Я ваше задание не совсем понял. Зайти в интернет и зарядить. В Ютубе. Виселыми ногами Пасхы. Когда священники там машут кадилом, выскакивают, бегом бегают по сцене-то. И показать людям. Вот тоже православные, одетые врезы. А другой там священник на самокате. Катится, а за ним бегут. А он катится на самокате. По храму. И разбрасывают. А перед ним там поднос держат. И там какие-то листья. Или я не знаю, что там такое. Ну, виселыми ногами. Главное, что эти стихи-то мы поем. Но на нас она никак не отражается. Виселыми ногами. Говорят, Давид прыгал, скакал. Ну, Давид прыгал, скакал. Но в храме-то не было. Приняли в России, когда этого же не было. Нигде никогда не было. Это еретики придумали они. Богородичный центр. А каким людям показать? На каком аппарате? Ну, когда один-другой покажем ролик, тогда можно объяснять, что это, откуда пришло, как. Я примерно обдумываю. Надо, чтобы показать, чтобы аппаратура была. И повернуть, как тогда было при Сергее Козлове. Это мы делали. Как раз пасхальные дни. Ну, можно показать. Ну, набери там 5-7 таких роликов. Они мало весят. Поищи ты найдешь. На чем показать-то? У меня ни ноутбука нету, ничего. А с кем-то договориться, чтобы он принес? Ну, вот. У вас же есть флешка. Есть у жены у вас ноутбук. Вот и займитесь. У меня ничего нету. Ноутбука нету. Ноутбука нету? Ну, напиши на большую флешку. То у меня маленькая совсем она. Да заполнена, там не уберешь. Там архив. Ты не сумасбук. Сергей, ты спроси про осла и ослицу. А что про них спрашивать? Да вы недостаточно ответить. Пусть Игнатья ответит надо. А что спрашивать-то? У осел и ослица сыни подъеремные. Что спрашивать? Что значит сыни подъеремные? Почему сыну? А селонсленок сын подъеремный. Что значит подъеремные? Почему он есть сын? Можете ответить? Потому что жеребенок от матери. Вон сын ее. У нас немка пришла. Она не знает, как сказать. Она ухаживала за птицей в колхозе. И говорит, колоть стали. Ох, жирный уткин муж. Она селезень не знает, как. Я спрошу, тут в Германии-то живет. Как он селезень? Это Энтери? Селезень. Уткин муж. Как по-немецки? Не знаю. Да их нету. Немца. Нет, они могут никогда не встречать даже. Даже природные немцы-то не знают. А я их начну сейчас испытывать и скажу. Скажи, как коршун? И как ястреб по-немецки? Коршун как? Габихт. Лергабихт. А ястреб Гайер? Сорока, Эстер. Галка, Дольх. Но ослица-то кого символизирует? И кого осленок? Почему они родственники-то вдруг оказались-то? Язычники, иудеи. У них же нет родственников связи. Родственник осленок к матери ослицы. Сын подъеремный. То есть она уже обучена, ерму носит. Там сын подъеремный. Сын. Не вари козленка в молоке матери. Матери называется сама овечка. Но толкование-то говорит, что ослица – это обузданный еврейский народ, а осленок – это не обузданные языческие. Они же не родственники, язычники. Правильно, правильно. Но это показывает. Сначала буквально разобрать. Тут берет просто осленок, а в этом не обученность. То есть они не несли заповеди Божьи. Берет одно качество. Тут не надо дальше лезть это. Тут берется происхождение, а ты толкуешь – обучен и не обучен. То есть еврейский народ, он уже подъерем, ермо носил заповеди, их трудно носить. А языческий народ, он не носил, не объезженный. Больше тут ничего не надо прилагать. Вот, допустим, лев, рыкающий, ищая, кого поглотить. Кто дьявол? А лев из колена Иудина. Тут берется царственность, а там кровожадность. Отдельное качество выделяется, и по нему наносится сравнение. Сначала будут мудрые, как змеи. А здесь упрекаются порождение их единой змеи. Вот здесь берет их ядовитость. А здесь мудрость змеи заключается в том, что главное – сохранить голову. И она меняет шкуру. Находит узкое где-то между корнями. И туда надрывает, протирает около рта, и из шкурки вылазит. Это означает, мы старое ветхое оставляем. То есть определенное качество берется. В этом ее мудрость. Игнатий Тихонович, а вот вы говорите, не варить козленка молока. А вот почему в восточных странах у мусульман, и те мусульмане, которые приняли ислам до них, у них вся практически пища, мясо готовится с молочным продуктом. Там йогурты, или как у нас метана, молоко употребляется. Вопрос-то в чем? Ну, вот почему у них так? Я когда начинаю говорить с ними, я говорю, что нельзя мясо варить. Вот у евреев было так. Они же практически, их религия, много чего из Ветхого Завета взято. Они говорят, а почему нельзя? То есть это же пища? Потому что все, что основатель религии их делал, он на слух брал. Он считать не умел. Не арабский говорит, не еврейский язык. Женился на торговке. Он хороший был, любознательный. А это Дуайт, Дуайт, Давид. Но почему 150 псалмов, а ни одного нету? Да потому что не было, и он считать не мог. А то с неба сошла книга. Соломон, Сулейман. Так у Соломона, премудрость Соломона, и крестьяст, и притчи. Три книги. У них ни одной притчи не приводится. Почему? Потому что он читать не умел. Главное, имя услышал. Стояли, разговаривали. С человеком говоришь, он может запомнить разговор. Ну а что написал-то? Где? Нигде нету. Нету у них нигде ни одной строчки. Это еще одно доказательство, что он не знал. Не знал. И те, которые рядом были, там за раз 300 и другие, они тоже сказать не могли. Имя сказали и все. Сказали про Марию. У них прямо в книге их написано, священной, что Мария, Дева Мария, была родной сестрой Марианы, Мариами, родной сестры Моисея. А между ними 600 лет. 600 лет. А у них прямо написано, что она была родная сестра. Понятно, что на слух не взял, так записал. А другие это вообще читать не умеют. Они заблокировали на другом языке, на мертвом, как у нас. Так у нас хоть переводы есть, у них и переводы-то не дают делать. У греков, когда делали перевод-то, они как поднялись-то, даже патриархов зарезали. Своего патриарха убили за перевод. В Греции там этих переворотов было, конца нету. Боеначальник поднялся. Маврикий такой добрый-добрый был. Жена, дети у него. А поднялся полковник Фока. Захватил переворот, сделал, как Ленин. И всех ослепил, кастрировал и все. Вот о нем как раз и говорится, что праведник молился. Господи, почему такой зверь над нами? Он долго молился. А Господь сказал, по делам вашим, я бы поставил еще хуже, но не нашлось. А ты больше меня не искушай. Он выбрал Господь, все перебрал в Россию. И коварни у Ульянова никого нету. И он его поставил над народом русским. Подряд все выхрестывали. Плохой царь был. Николашка, дай Аллашке. Вот тебе и получай, Алладий. Игнат Тихонович. А в детском завете же, по-моему, запрет не варить в молоке именно матери. Молоки матери, то есть козленка. А вообще в молоке можно. Вообще в молоке же можно это варить. Нет, нет, нет. У евреев абсолютно правильно взято. У них два окошка. В одном мясное, в другом молочное. И за всю историю ни разу не удалось одному человеку во время обеда получить то и другое. Бери в обед одно, другое. Так может быть ошибка. А человек не знает, в молоке или не в молоке. И чтобы не было беды, исключили совсем. Они были очень ревнительны из соблюдения закона. Господь сказал, говорит, и того не надо было оставлять, и это выполнить. А у нас как? Главное – любовь. Главное – любовь. А это не надо. Я не люблю. То есть, ну, привыкли жить сами, как шалавы по миру ходим. Каноны – это вехи на пути в Царство Небесное. Так определяют святые. Если Христос съесть путь, то каноны – это вешки стоят, чтобы мы не заблудились. Геннадий Тихонович, а скажите, как понимать вот это, там же не трожь край бороды своей, а до этого там касается не стриги волосы кругом. Это что обозначает? А что там другое? Не стричь волосы кругом. Ну, вот так, потому что песнь на висках оставляется, а у русских-то нету. С какой целью? Может быть, во время борьбы ночью, когда борются, легко узнать враг или друг. И так было видно. Они песни на висках. А русские сейчас придумали, ребятишки, сзади, хохолок там оставляют, он дальше идет. А эти придумали, чупрыны украинцы, хохлы называется, хохол вверху. Ну, то есть что угодно, но не то, что есть. Я, например, первый раз увидел старика, еврея, у которого песни. Я был очень удивлен, он учился в техникуме, вообще ничего не знал. Волос нету, а тут как косы у него, да заплетают косы еще на висках. И среди головы кругом. А у русских как, чтобы было ровно, сверху горшок надевали, прям под горшок его называли. А стригли волосы, и все. И маленьких также стригли под горшок. Которые из-под горшка волосы вылазят, те волосы стригли. Я вчера же наш разговор-то, Вячеслав, уже выслал, видел? Да, да, да. А ты про книги-то мне, про книги-то что-то не выслал? Я еще не доделал. А, ну вот это, вчера же наш разговор стоит. Да, да, я видел там комментарии уже снизу, там, переписываемся. Да, хороший был разговор. И хороший разговор, вчера ко мне зашли, двое-то беседовали про эти деньги, которые берут у Головина. Ну, я сегодня посмотрел такие цены, ему как-то бы сказать, вот кто бы имел. Ты сам напиши отцу Владимиру, дорогой батюшка, отойди от этого, дальше беда непоправима. Они его придадут анафеме. А анафеме к нему подходить нельзя будет. Я к нему поеду, наверное. Они все могут как-то сгладить. Если настоятель, даже блудник, разбратник терпит, если платит деньги. Он коснулся самой запретной темы, деньги. И поток денег повернул на себя туда. Суммы-то какие огромные. Вчера стали говорить, я ужаснулся. Что же они делают? Да разве можно это делать? Да какая это молитва за деньги? Откуда они взяли-то это? А чем мы тогда лучше церковников? Да у тебя хоть суммы порядочные, а тут захватили раз в десять дороже. По соглашению, если им надо, пусть на меня выходят. Будем молиться. Мне сегодня только звонит один, другой там. Мы сразу остановимся на молитву. Вот материнский капитал дают, чтобы как-то рожали детей. Да дети-то рождаются не от капитала, а от любви. От похотения мужа. Так и здесь. Молитва и деньги. Надо записаться, в какое время, сколько раз. А на Афоне-то это было испокон веку такое. Они нового ничего не вели, но этого тут они не простят. Они спирепые делаются. Вещь касается денег. Он любому глотку перегрызет. Я за батюшку боюсь просто. Бакенбарды это другое совсем. Бакенбарды это к бороде относятся. А это виски. Впереди ушей. Впереди. А бакенбард это ниже. Бакенбарды это сбоку. Барды это борода. Игнатий Тихонович, вот я со священником, я несколько раз, ну в общем надоела я ему, и он согласился крестить мою дочку. Но он мне прислал письмо, что я должна внести пожертвования для храма. То есть я ему говорю, я за крещение не буду платить, но пожертвования на Дом Божий я дам. То есть так можно сделать, да? Боже, отдельно. Мы обязаны жертвовать, отдельно скажи. Как вторая десятина. Я дам отдельно, скажи, отдельно, потом, после крещения, не до крещения. Да, да, я так и сделаю. Вот так и сделаю, я всем это говорю. Мы жертвовать обязаны. А за крещение никак, оно может быть и действительно тасимония. Об этом говорил патриарх Алексей, писал, говорит, страшно сказать. Дальше, говорит, за крещение берут деньги, которые он не знал. А они по-другому и не делают. Десятину он не хочет брать. Ну, я знаю, Наташа, все это. Ну, еще надо как-то подходить. Бог умудрит. Ну, в общем, я с ним договорилась. Вот так я сделаю. Все, отложи деньги. У меня деньги отложены отдельно, и десятина, и для божественного, и для крещения. Никакого отношения к крещению, чтобы не имела. Скажи, батюшка, я десятину туда отдам. Не, он вообще против десятины очень люто. Он не принимает ее совершенно. Тут Игорь задает мальчик вроде одиннадцать лет, с которым общались. Который сказал, что деньги надо платить там отцу Владимиру-то. Ну, больной такой, ДЦП или как называть, он на кривых ногах там идти не может. Саша звать его, Александр. А одиннадцать лет там или двенадцать, не знаю. Игнат Тихонович, там не отцу Владимиру вообще деньги идут. Там вообще два человека на вас вышли, они вообще неправильно все поняли, понимают и очень видят. Не надо вообще, Вячеслав, разговаривать не надо на эту тему. На кого бы ни шли, они идут туда, и это все будет на него ложиться. Вообще деньги за молитву не берутся. Этого нигде не в Писании, нигде нету, ни у святых отцов. Это я иначе как безумием не могу назвать. Ну, тогда... Никогда никто не молился за деньги. А на него нападают. Да когда корабль уже в опасности, пшеницу побросали за борт, бросьте в эти деньги, пока вас совсем не накрыла эта волна. Павел пишет про это. Пшеницу еще бросать-то, а тонет корабль. А они так все сохранимы, не получится. Там задействованы деньги, они будут подыскиваться сто раз. И они одолеют. Будут переживания большие. Бросьте. Уже тоже влипли в это дело. Сегодня разговаривали, я Виталия не вижу здесь или нет. Виталий там здорово отвечал. Я слежу за вашей перепиской-то. А почему Наталья говорит, не я? Я подумал, она там участвовала. Хорошие слова говорит. И Валентина говорит, что у них теперь там этого нету. И они добились все-таки. Мы молились, там отец Андрей был, я не знаю, Бондаренко или как фамилия его. Сейчас другое у них там. Часто ссылаются на то, что ничего не сделаешь. А я на это отвечаю. Да ничего еще и не делали. Мне нравится выражение Бонапарта, Наполеона. Он говорит, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Ну, все верно. Там, на самом деле, причина вообще всего, что началось против отца Владимира, это деньги. Ну, там он когда к вам приедет, вот вы у него спросите, он вам расскажет. Потому что то, что выставляется по поводу него, вообще ничего общего не имеет с правдой. Ну, вы у него спросите, он вам расскажет, как там на самом деле предстояло дело. Вячеслав, у них выставлено, на меня выставили это, где там берут, где отмечаются. Это выставлено. Туда идет в Болгар сумма. Рубль, даже один рубль идет, это нельзя делать. Участвует он, не участвует, это роли никакой. Это вообще за молитву деньги не платятся. Ну, как это так, за молитву деньги? Ну, что вы смеетесь-то прямо? Не можете служить Богу и мамоне. Такими делами занимаются, главное, и тут деньги под ногами-то. Они никогда не отойдут, они будут грызть и вырывать. Я бы вот дорогой, я бы проповедовал 56 лет. Тысячи проповедей, я бы сказал, платите мне деньги. В университетах пяти вел занятия. Только в одном 18 лет ни копейки не получил. 45 лет начальник детского лагеря, ни копейки, и обслуга не получала. Так приятно вспомнить. Нехорошее это дело у них, нехорошее, прямо очень нехорошее. Нужно немедленно убрать все из интернета, где они там цены назначили. Я сегодня схему эту себе скопировал. Прямо идет бизнес. И бизнес позорный, вредный, и ничто от этого не спасет от позора. И везде только это говорят. Патриарх такие щенцы имеет, мне сегодня говорят. Я начинаю говорить, да это не важно. Как не важно, на таких круизерах там ездят и... Ну я еще скажу. У меня старый велосипед, меня никто не попрекнет. А все себя в образе ставите. Павел говорит, подражайте мне, я подражаю ему. У него ничего не было, в голоде, в жажде. Как огня боятся, когда скажут, что это можно делать, и у нас сделали. Ой, о себе сказали. В обморок падают. Вот выходят в чатру летки. Ну и появляется человек, а я сразу перекрестить. Они исчезают мгновенно. Крестное знамение и долой. Какая сила крестного знамения? Примерно 50 человек, и только один останется, какой-то расположен. А человек 50, пали мертвые. Еще вопросов нету? Все знаете, прекрасно. Я перебарил. 38 минут. Я там не знаю, кто там новенький. Сергей сам. Попроси, чтобы кто-то помолился. А нет, значит, по-новому начинай, кто уже молился, им дай опять. Ну вот, Галинка Быкова, новенькая. Я сейчас помолюсь ангелу Апиашу, а потом своими словами можете Бога поблагодарить за эти занятия. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Галинка. 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 Галина Быкова, слышите меня? Микрофон включите. может я вот не на 3 не на какая-то 3 тоже можете помолиться ильяна лесу сергей чепелев чего нету никого что ли ну давай арахиль давай ты а мне надо звук громче благодарим тебя наш милосердный бог яхве что собрал нас сегодня на занятия по изучению святого слова твоего по толкованию святого феофилакта болгарского который научает нас жить по воле твоей укрепи нас вере исцели болящих благослови наших близких искренне поверить тебя а также дарует мир на вошли проповедника благой вести о иисусе христия спасители нашим мусульманам буддистам язычников ко всем сектантам и пробуди их чтобы они тоже открыли себе истинную церковь твою распусти нас господи с миром отец сын и святой дух аминь